Привет, с вами Дизель, прислали ко мне тут, собственно говоря, ну вы поняли, Mi Band 3, но у него есть главная особенность, вот здесь вот написано большими буквами NFC, то есть мне реально любопытно посмотреть в этом браслете, я о нем уже снимал, собственно говоря, видеораспаковку, мне интересно, знаете, что посмотреть, поддерживает ли NFC здесь, соответственно, в России, ну то есть работает ли с российскими сервисами, и я уже приготовил смартфончик, то есть мы с вами сейчас быстренько вскроем, посмотрим, привяжем, вот, и только тогда станет понятно, то есть через приложение, будет ли он поддерживать NFC, ну в России, или не будет, в комплекте нас встречает все то же самое, то есть сам браслетик, сама капсула, точнее вот эта вот, она вот у нас такой фигуленький, оригинальный браслетик, ремешок точнее, инструкция опять же на китайском, то есть это не глобальная версия, это китайская версия, и здесь все на китайском, здесь ничего на русском нету, и кабель зарядки, я так понимаю, должен тут еще быть у нас, о, да, и кабель зарядки, браслетик этот мне любезно предоставил сайт Gearbest, поэтому, ребят, ну вы сами все понимаете, что, соответственно, обращаться туда, покупать, там, заказывать, там, благое дело, вот, поэтому давайте будем с вами смотреть, работает он или нет, вот, ну, сто пудов он наверняка сейчас разряженный, то есть его надо подключить к зарядке, и, соответственно, зарядить для начала, вот, и, реально любопытно, то есть я в интернете еще не видел информации, которая мне попалась бы прямо вот в свободный так вот доступ, да, то есть что... Кстати, смотрите, что я увидел. Короче, переключаемся на стол, я вам сейчас покажу, что я заметил, погнали. Браслет заряжается, но я вам покажу, что я заметил, смотрите, вот здесь вот внимательно на кнопочку, видите, какая-то дуга есть, то есть, соответственно, браслет этот будет как-то, видимо, понимать, есть ли там NFC или нет, ну да ладно, погнали. В общем, заходим в аккаунт, пытаемся сопрячь устройство, у нас это браслет, принять. Поиск браслета, ну, давай, удиви меня. Покажи мне то, что этот браслет у нас найдется, и мне интересно, будет ли какая-то особенность такая, то что, ну, типа NFC определится и все такое, или он сейчас, может быть, даже не спросит нас об этом, то есть у нас тут какие-то новые конки, знамобочек, это... Во-первых, да, обновление прошивки должно прилететь, потому что он сейчас китайский, зарядите браслет, но я, как бы, уже его заряжаю, что ты нервничаешь-то, проведите, ай, проведите часами вместо транзитной карты, давай транзитную карту на стойках Mi Fit, оп, транспортная карта, то есть это все, для чего, ну, вот оно показывает нам в приложении то, что Mi Band это третий с NFC, ну, и, соответственно, он показывает то, что NFC можно использовать только как транспортную карту, то есть я не могу добавить, к сожалению, эту услугу доступна в текущем регионе, посмотреть справку, чтобы найти, ну, давай, посмотреть справку, и что, нас кинет на сайт, на котором, в принципе, тоже ничего будет сейчас не написано, или будет все написано по-китайски, да? Ну, давай, удиви, конечно, отлично, то есть он работает, похоже, только в России, да, NFC есть, все остальное, как бы, но работает только в России, беда, поэтому, ребят, такой вот браслетик, я даже не знаю, нажмите больше, чтобы узнать о Mi Band 3 NFC, ну, отличается он от обычной версии лишь только тем, что тут вот менюшечка, но карту ты, соответственно, не добавишь просто потому, что, ну, не работает оно в России, может быть, со временем, конечно, это все исправит, но пока что нет, так что будем ждать, ребят, если кому-то нужен этот браслетик, соответственно, знаете, где купить, вот, ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, совсем скоро увидимся, не забывайте накидывать лайк, подписаться также на канал, остальные социальные сети тоже в описании, и до новых встреч, совсем скоро увидимся, пока!